И вот единственный человек, который всю эту жуткую картину оживил, картину такого стандартного российского насилия и беспредела, был сам Путин и его «Синие трусы». Это был вообще очень многозначительный маскарад, потому что вот эта вся комедия с лирическим, одиноким окунанием в прорубь была разыграна исключительно для того, чтобы вообще всю публику потроллить синими трусами, ни для чего больше. Он не всегда имеет возможность показать средний палец населению, но вот как раз эти «Синие трусы» это и было тем самым средним пальцем, ну и плюс как бы надо понимать, что таким образом Владимир Владимирович Путин дал понять и России, и Западу, что нету в России, нету дискриминации по цвету трусов, что даже в «Синих трусах» человек имеет право на многое, он имеет право быть избранным, он имеет право на медицинскую помощь. Но ты смеешься, ты не знаешь просто до какой степени на местах перегибы уже стали даже на местах заметной Кремлю, потому что теперь, когда ты приходишь устраиваться на работу, первый вопрос опытного кадровика – это вопрос показать трусы, потому что в Муроме пришел человек устраиваться, у него были желтые трусы в синий горошек, вызвали ФСБ, его брали как Бен Ладена. И вот Владимир Владимирович, вероятно, хотел немножечко намекнуть на то, что все-таки давайте и людям в «Синих трусах» тоже дадим возможность жить на этой земле. Ну так, разредить немножко обстановку, чуть-чуть. Да, но у него получилось, у него, надо сказать, получилось. Кстати, вот тоже хочу сказать, извиняюсь за поведение, но это важно, потому что вот все люди, которые окунаются в проруби, все, кто ныряют в эти страшные речки, они все убеждены, что они выполняют некий русский, подлинный русский обряд, что это что-то, что связывает с дедами и прадедами. Да, это связывает с дедами, но эти деды с пейсами, потому что это обычная меква, это еврейский обряд очищения, большая меква, которая происходит в обязательном порядке для того, чтобы смыть с себя там блевотину, месячную кровь, еще что-то перед посещением храма. И Иоанн Крестик, которого называют крестителем, дилетанты всякие, он никогда не был крестителем. Со всех языков мира он переводится как «обмакиватель», потому что никакого крещения еще на тот момент не могло быть, потому что крест еще никакой роли не сыграл, даже по их собственной логике. И это чисто-чисто еврейская штучка. Вот просто можно спросить у любого... Я как человек без национальности, надеюсь, вне подозрений от антисемитизма, я просто объясняю, что это не русский обряд, не имеющий к Руси и к России никакого отношения. Достаточно взять папа под локоток, подвести его к проруби и спросить, а как это называется? Вот как это у вас называется? Поп на вас посмотрит и скажет, у нас это называется Иордань. Это действительно официальное название. Вот сообщаю, что Иордань – это речка в Израиле. Причем теплая, но здесь все идет по принципу импортозамещения. Вместо теплого бассейна и речки – холодная грязная дыра во льду. Вместо пальмовых ветвей на вербную неделю – метелки и зывы. А вместо строгого и аскетичного патриарха Вселенского Варфоломея у нас дядечка с пылью, часиками, яхтами и очень-очень странными повадками. То есть, это я к тому, что здесь просто надо хорошо понимать, что лучше, во-первых, не рисковать лишний раз. Сейчас забавы будут продолжаться. Это я предупреждаю только тех людей, которыми руководит нерелигиозная вера, потому что там кардиоспазмы – это самое невинное, что можно быть.